В эфире Якутия 24. Актуальное интервью. В студии работает Алексей Соколов и гость в нашей студии, глава республики Саха-Якутия Егор Борисов. Егор Афанасьевич, здравствуйте. Спасибо, что нашли время, пришли в нашу студию. И хотелось бы сегодня с вами обсудить послание Владимира Путина к федеральному собранию. Президент России в своем послании подчеркнул явно сформулированный российским обществом посыл, запрос к властям на справедливость, на уважение к людям и, собственно, поддержку гражданских инициатив. Реализация этих принципов требует конкретных мер. И президент подробно остановился на каждой из этих мер. И основные темы нынешнего послания – это экономика, социальные вопросы, внутренняя политика. Отдельно глава государства в своем выступлении коснулся и внешней политики в самом конце своего выступления. Егор Афанасьевич, на что мы должны обратить внимание в послании главы государства? – Прежде всего, конечно, российский народ и те, кто пришел на эту встречу с президентом, когда он уже озвучил свое послание, мы все ждали. Ждали что-то новое. Ждали, что это послание связано, прежде всего, с теми задачами, которые стране необходимо решать в ближайшие годы. И потом, конечно, многие уже это послание считали очень особенным посланием. И до сих пор мы обсуждаем, до сих пор мы рассматриваем. И в том числе не только у нас в Российской Федерации, но и за рубежом. Потому что это послание имеет очень большое значение не только для Российской Федерации, но и для всего мира. – Это во-первых. Во-вторых, мне очень было приятно, когда президент ставил задачи. И когда я сидел, сверился с той политикой, которую мы у себя в Якутии проводим. И насколько они близки, и насколько они сходятся. Потому что мы и в прошлом работали по реализации президентских программ. И, соответственно, те или иные дела, которые мы делаем в республике, они определенно как бы совпадают и дают определенные результаты. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы понимали, что, прежде всего, для того, чтобы получать высокие доходы, нам необходимо, прежде всего, трудиться. Нам необходимо заниматься инновационными делами. То есть, если мы будем сидеть, кричать, что там у нас зарплата маленькая, что работы нету, и просто сидеть, а не заниматься поиском новых путей, поиском новых, скажем, в это сложное время, когда весь мир уже переходит на цифровую экономику, а мы будем сидеть и тоже только наблюдать, то, конечно, много вопросов можем упустить. Поэтому главный козырь сегодня – это труд производительный, инновационный. Только через труд можно добиться в области экономики успехов. Это было подчеркнуто. А с другой стороны, президент очень жестко поставил задачу по социальной политике, по защите тех людей, которые нуждаются в поддержке, они должны получить соответствующую поддержку. Соответственно, благополучие Совета Российского народа, на направлении всего связи, должно быть именно повышением доходов и сильной социальной политикой. А во второй части он просто конкретно четко озвучил, о том, что сегодня закончился однополисный формирование мира, устройства. Сегодня появился двухполисный подход к решению планетарных проблем. Об этом он четко, ясно выяснил российскому народу и всему миру. Первую часть послания мы, наверное, все-таки более детально сейчас с вами обсудим. Кроме того, к нашему эфиру мы подготовили ряд сюжетов о том, как в районах республики, ну, как живется в районах республики. И предлагаю, давайте начнем с Нюрингринского района, посмотрим сюжет наших корреспондентов. Пожалуйста. Благодаря созданию территории, опережающего развитие Южной Якутии, Нюрингринский район становится промышленным форпостом Якутии. Его вклад в валовый региональный продукт уже сегодня составляет около 20%. Еще одним позитивным фактором является увеличение числа резидентов в ТОР Южной Якутии. Нюрингрин, участвующий в федеральной программе поддержки моногородов, от этого только выигрывает. Мы, собственно, понимаем, что с тем потенциалом создания новых рабочих мест, а только по Нюрингринскому району, есть перспектива до 26 тысяч рабочих мест, с коэффициентом семейственности. Это, фактически, может говорить практически полутора-двухкратному увеличению числа жителей Нюрингринского района. То есть это вот как раз и есть та перспектива и тот основной задел для развития района. Сегодня здесь формируется около 12 перспективных минерально-сырьевых кластеров по добыче железной руды, урана, апатитов, золота и так далее. Индустриальное развитие района приковывает внимание компаний из сопредельных отраслей, что в свою очередь даст дополнительный толчок для развития района. В этом году на площадке верхнего Тулуминского участка неподалеку от Нюрингрин начнется строительство склада и завода взрывчатых материалов, а также новой шахты и обогатительной фабрики «Иннаглинская-2». В поселке Чульман Колмар приступает к строительству первого жилого комплекса, рассчитанного на 1100 человек. Это будет полноценное жилье, а не вахтовое общежитие. Если сегодня в подразделениях компании работает 2500 человек, то к 2021 году их число должно вырасти до 7000. Объем инвестиций, вложенных в ТОР Южной Якутии, уже составил 30 миллиардов рублей. Это в полтора раза больше запланированного. Все, что делает компания Кулума, мы оцениваем как очень эффективный и такой правильно организованный труд. Проекты стремительно набирают рентабельность, создают новые рабочие места. Они сегодня участвуют в трудоустройстве тех людей, которые, к сожалению, освободились у нас на руднике «Мирный». После аварии на Ларуси вокруг проектов создается масса сервисных организаций, которые тоже дают рабочие места. Поэтому ничего, кроме признательности по отношению ко всем, кто трудится в рамках этих проектов, у меня нет. Развитию Южно-Якутского ТОРа послужат и соглашения, которые были подписаны 2 февраля руководством Колмара с представителями польской компании «Фамур» и шведской «Сандвик». Они предусматривают строительство в Чульмане сервисных центров по обслуживанию горнодобывающей техники. Помимо производственных планов у Колмара есть и другие проекты. Подписан контракт с российскими железными дорогами в сфере здравоохранения. Используя их инфраструктуру, будет создан медицинский центр. Также компания инициировала вопрос и готова вложить свои средства в реконструкцию аэропорта в Нерингре. Еще один проект предусматривает выпуск минеральной воды, запасы которой были разведаны еще в советское время. По своему составу она близка к лечебным источникам известного всем Трусковца. Бурение скважины для промышленной разработки начнется уже в этом году. Вступление компании «Колмар» в состав ТОР Южной Якутии позволило придать особый импульс в развитии проекта. В прошлом году резидентами стали еще три предприятия. Это предприятие «Сервис-интегратор», предприятие «СГТ «Восток», которое работает на услугах на двух ГОКах по вскрышным работам и по добыче угля. И предприятие «Айко» также является резидентом территории опережающего развития, которая осуществляет деятельность по предоставлению горячего питания на этих ГОКах. Таким образом, призыв президента Российской Федерации Владимира Путина об ускоренной развитии Дальнего Востока не просто услышан, а реализован на деле. Это стало возможно благодаря взаимодействию государства и бизнеса. Егор Афанасьевич, ну, собственно, после того, как 2 февраля Юрий Трутнев в очередной раз посетил город Нерингрю, он сделал заявление о том, что ТОР Южной Якутии сегодня является лидером, среди лидеров в России, среди ТОРов. И все-таки мы, ну, опять же, исходя из посыла сюжета, становится понятным, что с развитием ТОРа связывают большие надежды, в том числе экономический рост Нерингринского района, ну, в том числе занятости и тому подобное. Кроме того, Колмар сегодня планирует запуск новой шахты Денисовской, обогатительную фабрику планируют запустить. И вы сами лично говорили не раз о том, что эта компания – пример того, что сегодня предприятия должны заниматься не только решением каких-то повседневных производственных задач, но и, собственно, брать на себя, создавать условия для развития территорий. Как Южная Якутия справляется с поставленными, ТОР Южной Якутия справляется с поставленными перед ней задачами? – Ну, по отношению к ТОР Южной Якутии, в целом ТОР, в том числе у нас и в городе Якутске, надо сказать, что мы показываем достаточно хорошие результаты по отношению к другим ТОР Дальний Осток. Это, во-первых, это четко, ясно мы все представляем. Сегодня в Нью-Ренгеле уже можно спокойно сказать, что в связи с созданием территории, полежащей развития, создаются рабочие места, при этом разных специальностей, не только шахтеры, там и смежники, и даже сельское хозяйство. И все это в совокупности сегодня уже создают уверенность, что в Нью-Ренгеле уже та проблема, которая существовала 5 или 6 лет назад, она сегодня ликвидирована. Поэтому мы отдаем очень большое значение этому предприятию, потому что сегодня уже работает более тысячи местных цадров, то есть с Нью-Ренгеле, и в будущем с учетом переучивания, с учетом переквалификации, привлечения наших кадров в предприятие территория, опережающая развитие, будут усилены, увеличены. И думаю, что проблема, в принципе, вот так будет сегодня окна. То есть мы можем говорить о том, что сегодня город Нью-Ренгеле, и Нью-Ренгельский район в целом получил определенное такое второе дыхание. Да, потому что, еще раз говорю, в связи с созданием ТОРУ, там будут сейчас обслуживающие, сервисные компании будут создаваться, и уже создаются, и там будут привлекаться наши рабочие силы. И это все создает, ну, картину для людей более уверенной, уверенной и, думаю, подтверждающей ту политику, которую мы себя в республике ведем. Хорошо, спасибо. Давайте сейчас обратимся к городу Якутску. Наша столица была и есть центром здравоохранения всегда, и для жителей республики в целом. За последнее время был введен в эксплуатацию ряд объектов. На этой неделе мы открыли реабилитационный центр для детей-инвалидов, открыли перинатальный центр. Как вообще в целом развивается медицина в нашей республике? Ну, вы наверняка знаете, что в прошлом году я подписал, ну, теперь уже, получается, в позапрошлом году, в шестнадцатом году, два указа. Это о развитии высокотехнологичной медицины и о развитии вежливой медицины. Ну, по части вежливой медицины, это речь идет о усовершенствовании квалификации наших медицинских работников. Самое главное требование – это отношение наших врачей, медицинских работников к пациентам более человечества, потому что я лично сам, обходя медицинское учреждение, находил определенные сложности отношений между, скажем, врачами, приемных отделений, с пациентами, грубости и так далее. Поэтому это направление мы считаем важным и работа сейчас ведется, и при том еще с хорошим результатом. Ну, а вторая часть – это высокотехнологичная медицина. Она нужна для нас. Почему? Потому что слишком много людей нуждается в этом плане. Здесь очень затратно ездить за пределами республики. И помните, президент здесь реализовал очень большую программу, и мы получили большое количество оборудования диагностическое. Это для наших медицинских центров в городе Якутске, для районных медицинских учреждений, рентген и другие, физиотехнику и так далее. Все это в совокупности создало определенный толчок развития диагностики, раннего выявления заболеваний у нас в медицинских учреждениях. Кроме того, мы, помните, строили объекты, например, по туберкулезу, мы построили ряд объектов крупных, и, соответственно, сегодня у нас по туберкулезу, по выявлению, по лечению, по раннему выявлению, например, мы занимаем передовые места в Российской Федерации, мы уменьшили, снизили это заболевание социальное, и мы строили другие объекты. Главное сегодня, понимаем, что осталось построить три объекта, это кардиологический центр, это онкологический центр, ну и сейчас завершили перенитальный центр детский. Это крупнейший на Дальнем Востоке объект, уже там родился первый ребенок, и, соответственно, все это в совокупности дадут возможность развития дальнейшей медицины. Владимир Путин в своем послании, говоря про медицину, сказал о том, что доля внутреннего валового продукта, доля, которая должна выделяться внутренним валовым продуктом, должна быть увеличена с 4 до 5 процентов. Кроме того, глава государства отдельно коснулся темы так называемых небольших фельдшерских пунктов, и довольно-таки жестко высказался по поводу того, что в свое время было неправильно принятое решение, а административное решение в некоторых регионах о закрытии преобразований, и что, мол, многие увлеклись и, собственно, лишили небольшие населенные пункты качественной медицинской помощи. Вот как у нас в Якутии с этим делаем? Ну, там речь идет не о принятых решениях в регионах, потому что регионы были против таких решений. Это была инициатива Министерства здравоохранения и правительства Российской Федерации. Через так называемые оптимизации расходов давали указания сокращать медицинское учреждение, закрывать участковые больницы, ФАПы. И даже это почувствовали в центральных регионах. Республика Саха-Якутия в этом плане все-таки ввела свою политику, и мы сразу объявили о том, что мы не будем идти по тому пути, который вы нам навязываете. Иначе в Якутии нигде, особенно на северах, не останется ни одного медицинского учреждения. Поэтому сегодня в республике насчет закрытия медицинских учреждений в наших районах, особенно в фельдшерско-кушерских пунктах, такой речи уже не идет. Мы сегодня, наоборот, расширяем и строим фельдшерско-кушерские пункты в отдаленных фельдшерских мастыгах. То есть все это время республика за свой счет содержала эти объекты? Абсолютно правильно. Именно мы за свой счет содержали. Денег, конечно, не хватало, но все равно при этой работе ввели. Это было повторение, потому что такая же позиция была еще давным-давно по Министерству образования. То же самое приезжали, скажем, ревизоры и говорили, почему школу не закрываете, почему не оптимизируете. Тогда мы, наоборот, привезли и показывали по северным районам, как надо учить, скажем, в стадах детей. И тогда появились так называемые кочевые школы. То есть и так называемые малокомплектные школы. Это именно из Якутии появились вот эти два понятия, которые распространены на территории Российской Федерации. Мы сохранили школу. То же самое. Такую же позицию мы выдержали по здравоохранению. Ну вот как раз по медицине еще хотелось бы уточнить у вас. Раз глава государства обратил внимание на эту проблему, то стоит ли ожидать увеличения финансирования с учетом того, что республика есть? Мы уже ставим сегодня вопросы. У нас уже свои расчеты есть. Мы сегодня уже обращаемся в Минздрав Российской Федерации, фонд медицинского страхования с учетом той позиции, которую высказал президент. Мы начинаем уже эту работу. Получится, не получится, это другой вопрос. Но нам необходимо эту работу начать. Ну вот вы коснулись, Егор Афанач, такой темы развития медицины, что сегодня у нас довольно-таки неплохая высокотехнологичная медицина, в том числе с применением телемедицины, есть возможность консультироваться. Основной тоже посыл главы государства Владимира Путина был по увеличению жизни, по продолжительности жизни россиян. Так называемая группа 80+. Как в Якутии с этим у нас? Мы считаем, что в рамках тех решений, которые уже реализовывались в последние 5 лет, в республике сделано очень много. По отношению к продолжительности жизни мы 66 лет, в течение 6 лет достигли 71 год. Это очень важный фактор, потому что мы все время находились в 66-65-60 лет, вот последние 20-летия. То мы за последние годы сделали рывок. Это, я думаю, благодаря именно большей работе здравоохранения, прежде всего, и улучшению качества жизни в республике, это все равно дает свои результаты. Это самый высокий показатель на Дальнем Востоке. 80 лет – это среднероссийский показатель через определенное время. Я думаю, для Якутии это реальная картина. Почему? Потому что мы сегодня усилили… Я подписывал указ о усилении гераритетической помощи нашим ветеранам. То есть везде, не только в городе Якутии должно существовать гераритетическое отделение, где лечатся наши ветераны. Но в каждом районном центре, в каждом районной больнице гераритетическое отделение должно появиться. И сегодня у нас есть патронаты, когда 75 лет и старше лет ветеранам закрепляется медицинская работа, чтобы за ними ухаживать, следить и поддержать их. Вот поэтому то, что президент поставил задачу в 80 лет, и думаю, для Якутии будет реально. Все-таки Ваш прогноз в течение ближайших пяти, может быть, десяти лет настолько… Президент срок обозначил, поэтому мы к этому сроку будем стремиться. Ясно. Хорошо. Давайте немного перейдем сейчас к другой теме. Это бизнес, крупный бизнес, его участие в жизни населенных пунктов, в жизни улусов, в жизни районов. Сегодня многие предприятия, которые приходят работать в том или ином направлении, особенно в промышленных городах, бытуют разные мнения, что начиная от того вреда, который они, возможно, нанесут экологии, заканчивая все-таки трудоустройством местных кадров. Давайте я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, который подготовили наши корреспонденты. В год содействия занятости населения Центр занятости Ленского района ставит большую цель – в разы уменьшить количество безработных. Населению помогут открыть свое дело, пройти переподготовку профессии, также усилить профилитационную работу среди молодежи. И больше ленчан призывают пойти в промышленность. На территории Ленского района пять компаний-недропользователей участвуют в проекте «Местные кадры в промышленности». Сегодня более ста человек, у нас документы которых находятся на рассмотрении у дачинского ГОКа для трудоустройства в Верхнемунское месторождение. Ну вот на разработке. Это как бы новое. В этом году акционерная компания «Алроса» на новом месторождении Верхнемунское трудоустроит около 600 жителей республики. Запуск месторождения запланирован уже в октябре этого года. По соглашению Госкомитета занятости населения и «Алроса» во всех районах началась работа по привлечению местных кадров. В итоге подписания соглашения у нас будет уже такая более системная работа с теми улусами, которые не были ранее охвачены в плане подготовки кадров. Потому что у нас есть своя корпоративная система, есть свои базовые учебные учреждения. Но здесь это станет уже более управляемым. И наше взаимодействие выйдет на иной уровень. Мирнинский район также должен стать краем нефтегазодобычи. Поэтому ведется целенаправленная работа по обучению специалистов и переподготовке кадров. Нефтегазовая компания «РНГ» на сегодня трудоустроена 87 мирнинцев. Все колледжи и МПТИ запустили у себя кафедры для подготовки таких специалистов. Мы с удовольствием оказываем им поддержку в виде практики для студентов. Каждый из этих учебных учреждений уже побывал у нас на месторождении. Мы планируем продолжать помогать воспитывать нефтегазовых профессионалов. Подготовка и трудоустройство местных кадров промышленной компании в ближайшие годы в приоритете. В этом году планируется профессиональная подготовка трех тысяч человек. Готов проходить, наверное, любые курсы, даже, может, какие-то, начиная с самого начала. То есть не обязательно это какие-то там сразу высшие руководящие должности и так далее по специальности. То есть можно пройти перепрофилирование, если что-то интересное, и начать с самого низу. Тем более в таких вот организациях, как это, я понимаю, что есть карьерный рост. По поручению руководителя региона Егора Борисова, сегодня во всех районах республики создан паспорт трудовых ресурсов. Совместная работа руководства республики с промышленными предприятиями и трудовая мобильность населения должны повлиять на уровень безработицы в республике. Светлана Балеева, Ленск, Мирный Якутск. Кстати, возвращаясь к посланию Владимира Путина, он отметил, что основной приоритет должен стать благополучие людей и, собственно, достаток в семьях. Государство также призвал изменить структуру занятости, дать людям хорошую работу, ну, собственно, ту работу, которая мотивирует. Ну, здесь как бы Вы прокомментировали? Вообще, президент, когда говорил в этом направлении свое такое веское слово, то он говорил немножко и о других вещах. В частности, вот просто я хочу, пользуясь моментом, об этом говорить, о том, что в Российской Федерации надо развивать те населенные пункты или те направления, где люди живут в целом по Российской Федерации. Россия – это большое государство, а там, где люди живут, населенные пункты разные. Есть города большие, есть города маленькие. Ну, скажем, где-то 200 человек живет, где-то тысячи человек живет. И при этом мы должны сделать так, чтобы каждый населенный пункт развивался. То есть, где-то была возможность работать, зарабатывать и так далее. С этой точки зрения он даже сказал, что есть некоторые теоретики, которые предлагают абсолютно противоположные идеи. В частности, существует такая идея, что в России создать 10-20 мегаполисов, скажем, или вот в Якутии, где огромная территория, и 600 с лишним населенных пунктов вокруг Якутска собрать всех. И тогда затраты уменьшатся, люди хорошо станут жить и так далее. Вот такие идеи, в моем понимании, бредовые, они существуют. Конечно, мы против таких подходов. Ну, и тем более президент об этом четко сказал. И, соответственно, вопрос занятости сразу возникает. Потому что, если в одной Якутии 635 населенных пунктов, то по всей стране, конечно, их десятки, сотни тысяч. Это во-первых. Во-вторых, вопросы занятости, вопросы вообще обеспечения работой, это вопрос, который находится постоянно под контролем правительства Якутии. И мы понимаем, что сегодня есть одна проблема, когда люди говорят о том, что мы без работы, мы хотим найти работу. И особенно сегодня проблема есть в чельской местности, на северных территориях республики. Ну, получился в историческом плане, в развитии экономики республики, картина, которая называется дисбаланс. У нас основное население сконцентрировано в центральной части Якутии, производство находится в западной Якутии, в южной Якутии, сегодня на севере появляется. И люди, которые оказались в центральной Якутии, больше страдают. Этой проблемой есть и те, кто в сельской местности живет. Сегодня принято решение правительством все-таки вести системные работы. То есть мы создали специальный правительственный орган государственной власти, это государственный комитет по занятости. И в этом году объявили год содействия занятости населения. И, соответственно, это уже будет проходить на более аналитическом плане, на аналитическом материалах, на более конкретных отношениях с этими предприятиями промышленными. Они уже ведут разговоры. Вот только что мы увидели, что Аллорос уже ведет работу, встречается наш городский комитет со всеми промышленными предприятиями и говорит, на кого учить. Мы поможем за счет государства, деньги дадим, обучим людей и принимайте на работу. Вот такую позицию сейчас мы приняли и начали работать. А в сельской местности сложнее, потому что там кроме сельскохозяйственного производства, ну, кроме малого бизнеса, там ничего нет. Поэтому мы недавно встречались с селом Тумул, Мигин и Конгалатского района, и там обсуждали эту тему тоже. И самое главное сегодня, необходимо само сельскохозяйственное производство поддержать, как производство, как источник дохода, а не так, как раньше было там подсобное хозяйство, или просто заняться, не зная, что там заработать или не зарабатывать, и, соответственно, людей поддержать. Хорошо, давайте сейчас обратимся к Золотому Алдану, и еще один сюжет, подготовленный нашими корреспондентами. Пожалуйста. Июль прошлого года стал историческим для золотодобывающей промышленности Алданского района и Якутии. Компания «Селегдар» запустила золотоизвлекательную фабрику с объемами переработки руды 1 миллион тонн в год. Для «Селегдара», производящего в Якутии 4 тонны золота в год кучным вычелачиванием, фабрика – это лишь начало новой стратегии бизнеса. Следующий проект, который мы начинаем реализовывать, уже в этом году начинается проектирование проекта. Это развитие Нижнекокетского рудного поля, рост золотодобычи на 3 тонны. Это предполагается запуск в 2021 году. По новому пути развития идет и общество «Полюс Алдан», до недавнего времени «Алдан золото». Здесь за последние три года в развитие производства вложено более 6,5 миллиардов рублей инвестиций. Приобретены десятки единиц горнодобывающей техники, на стадии завершения модернизация ЗИФ, объемы переработки которой в этом году составят 5 миллионов тонн руды. Мы видим перспективу переработки на фабрике 5 миллионов 800. Естественно, с таким объемом растет и объем горной массы. Опять же, это обновление техники, увеличение большего объема производства, ну и дополнительная программа по техпереворужению самой фабрики. Развитие золотодобывающей отрасли создает предпосылки к притоку кадров в район. Но как заинтересовать эти кадры приживаться в золотой провинции республики? Основная проблема – жилье. Жилой фонд Толданского района – самый ветхий в республике. По показателям это более 70% жилья. Благодаря федеральной программе по переселению из аварийного жилья в период с 2014 по 2017 годы было построено почти 21 тысяча квадратных метров жилья. Новые квартиры получили 848 человек. На очереди подраселения еще 580 домов. Которые официально признаны ветхими и аварийными. 400 домов заявлены под экспертную оценку. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Игорь Афанасьевич, ну вот сюжет, в котором, собственно, на примере одного города обозначены несколько ряд определенных проблем. Давайте каждое отдельно все-таки обсудим. Вот золотодобытчики. Еще каких-то 20 лет назад многие говорили, ходили с такими настроениями, что подошел определенный закат золотого Алдана. А сколько вам лет было тогда? Мне было на тот момент 12 лет, 13 лет. Но историю мы изучаем, знаем настроение людей, слышим. Поэтому все-таки хотелось бы понять, что такого сделано, что мы сегодня видим те темпы роста, о которых звучало в сюжете. И как республика взаимодействует с теми компаниями, она не одна крупная компания, которая работает на территории Алданского района. Какие меры принимаются? Я хотел бы подчеркнуть, что сегодня золотодобыча чувствует свое второе дыхание. Вы, наверное, наслышаны, что и в Ваймаконе были созданы новые объекты, и золотоизвлекательная фабрика, которую запускал еще в начале сентября президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И сегодня мы достигли уровня 25 тонн в год добычи этого металла. И мы рассчитываем, что с учетом тех событий, которые происходят, которые сейчас показали, что недоропользователи сегодня очень активно осваивают, во-первых, новые технологии, геологию развивают. И я думаю, что в ближайшие годы мы дойдем до рекордных в свое время объемов, до 30 тонн золота в год. Поэтому золотая промышленность сегодня, но особенно те, которые работают на рудных полях, и думаю, результаты хорошие будут получать и дальше. Потому что, правда, интерес к этому металлу очень усилился. И не только эта речь идет в традиционно Алданские и Эмиконские районы. Это уже и Усмайский район, и Нюрингринский, и Олекинский районы. И поэтому сегодня большая надежда о том, что развитие золота забывающей промышленности в ближайшие годы мы конкретно увидим. Вот, возвращаясь, вернее, к вопросу доступности жилья. Собственно, об этом в своем послании также говорил Владимир Путин. Как все-таки решается проблема ветхого и аварийного жилья? По итогам прошлого года мы опять заняли первое место на Дальнем Востоке по объемам строительства жилья, хотя по населению мы не самый крупный субъект. Все-таки та политика, которая проведена в последние годы по наращиванию строительства жилья в республике, мы объем увеличили более двух раз. Это очень важно, потому что мы 300 тысяч квадратных метров жилья строили, считали, что это нормально, а сегодня мы более 600 тысяч квадратных метров жилья строим. Мы сегодня в рамках нашего интервью много говорили о развитии, о будущем республики. И все-таки в большей степени с надеждой на то, что это развитие не просто там, оно есть по факту, оно будет продолжаться, это развитие. Ну, то есть есть определенный потенциал. 18 марта жители нашей республики, так же, как и все россияне, будут выбирать главу государства, президента Российской Федерации. Как сами планируете принять участие в предстоящем голосовании? Пользуясь моментом, я хотел бы сегодня обратиться к нашим избирателям республики. Просил бы, прежде всего, обратиться к нашей истории современной и вспомнить, что было лет 20 назад. Многие это помнят. Как мы жили. Мы жили в очень сложных условиях. Были проблемы с заработной платой, не только с низким уровнем, но и с задержками зарплаты, с задержками пенсии, сколько было недовольства. Помните, в те времена никто не брал на себя ответственность, деленные деяния, а было много политических партий. 250. Было очень много популизма. Но это ни к чему хорошему не приводило. Вспоминайте про армию. Дети наши тогда отказывались ехать, служить, потому что в армии не было порядка. Сегодня, если все это повернуть и посмотреть, то заработная плата сегодня идет, в крайнем случае, постоянно. Для бюджетников, по майскому указу президента Российской Федерации, повышение идет постоянно. В армии сегодня наша молодежь идет с радостью. Мы гордимся за свою армию сегодня. И когда мы говорим о наших экономических показателях, то сегодня мы уже независимы от санкций. Помните, грозили санкциями. А 20 лет назад экономика вообще почти не существовала. Все предприятия были банкротами. Поэтому прошу подумать, прошу еще раз взвесить, благодаря кому все это происходило, и принять правильное решение. Спасибо большое, Егор Афанасьевич. Спасибо, что пришли, нашли время, ответили на наши вопросы. Я еще раз напомню, что гостем в рамках программы «Актуальное интервью» на Якутии 24 был глава Республики Саха-Якутия Егор Борисов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин